Всем привет, я Даша, и сегодня я буду рассказывать о книге Нилы Геймена под утригующим названием и очень интересным «Никогде». Эта книга представлена в мягкой обложке, но порой издательство делает так, что на мягкой обложке одно, на твёрдой обложке другое. Не в этот раз. То есть мы видим, что я убираю мягкую обложку, и тадам, здесь то же самое. Прочитав вводную часть от автора, я поняла, что когда люди говорят что-то об этой книге, не факт, что они говорят об одной и той же книге, не заботает совпадение названия автора. Дело в том, что пару раз Нил Гейман дополнял книгу или что-то убирал из неё, поэтому, возможно, какие-то разночтения немножечко, и у меня это от издательства АСТ, 2017 года издание. Отдельно хочу подчеркнуть иллюстратора Криса Риддла. В своём инстаграме я выкладывала немножечко иллюстрации отсюда, потому что, боюсь, если я вам сейчас буду показывать, то вы можете не вполне увидеть. Вот я сейчас как раз ещё такую покрупнее иллюстрацию, чтобы вам показать. Помните страницы Пушкина, когда он что-то писал? Он делал такие зарисовки на полях. Здесь тоже фактически чуть ли не на каждой странице, но почему-то не на тех, которые я сейчас пролистываю, это какая-то книга по Ниламань, что ли, что я вам хочу показать. На полях тут очень-очень часто можно увидеть вставки, изображения, и такое ощущение, что это делается не специально для издания, а просто автор, хотя это не он, иллюстратор по ходу дела иногда делает такие штриховые рисунки, и это очень любопытно, поглядывать на них во время чтения, и как-то всё иначе воспринимается. Книга более дополняется, и становится понятнее, что имел в виду автор, благодаря вот этому фокусу не затеревал. О чём же эта книга? Я где-то, среди отзывов на Лайфлибе, видела сравнение, что это как «Алиса в стране чудес», только для взрослых. Действительно, сходство есть некоторое. Человек попадает из нашего мира в другой несколько, более безумный, более приключенческий, более опасный, конечно. И герои ни раз, ни два подвергаются риску для жизни. И я вот, например, уже успела впихнуть маме эту книгу, она ещё читает, я на время съёмок отобрала. И говорю, ну мам, чё, как, похоже на «Алиса в стране чудеса»? Она говорит, нет, это очень страшно, это очень страшно. Напомню, человек работал следует по словам важным делам, и ему страшно ей. Я что хочу сказать? Я не хочу ничего говорить. Дело в том, что малейшим мой намёк по поводу сюжета, помимо вышеобозначенного, да и вышеобозначенный я сказала только потому, что это действие аннотации, есть люди, которые читают аннотации, я не принадлежу к ним, потому что я очень легко понимаю намёки, и для меня и аннотации спойлёры, может быть. Как я уже сказала, я боюсь это говорить, пусть исполнит вам впечатление, потому что с этим надо знакомиться самостоятельно, поражаться, удивляться, недоумевать, впечатляться, я крыла впечатляться, испытывать какие-то эмоции в первый раз, а если я что-то ещё скажу, то это будет уже вторично как-то происходить. И ещё я хочу сказать, что, опять же, LifeLip опираясь на этот ресурс, что, когда я изучала там рецензии, то поняла, что 50% людей книга понравилась, а 50% как бы не полюбили её, скажем так, и поэтому я боялась её заказывать. Но там была просто такая история интересная, Дело в том, что я поняла, что интернет-магазин «Лабиринт» выпускает блокноты очень хорошего качества. Я попадала дважды на акцию, когда, то есть, их нереально купить, их можно только получить подарок за заказ, и то не каждый раз, а вот когда акции, соответствующие, проходят. И они у меня лежали, в столике лежали, и как бы на меня смотрели, я к ним не прикасалась, потому что не было повода. Потом повод возник. Я взялась оставлять оглавление по своим личным дневникам. Кстати, очень удобная штука. Если вам интересно послушать поэто подробнее, пишите, я сниму видео, соответствующее. И, как я уже сказала, я прибегла к помощи этих блокнотов. Я обнаружила, что они нереально качественные. Я взяла для себя зарок, что сейчас, когда интернет-магазин замутит такую акцию, надо непременно под неё угодить. Поэтому я потихой грусти. И если увидела книги, которые не хотелось бы заполучить в свою личную библиотеку, я добавляла в хотелки в этом интернет-магазине и ждала, ждала. И вот моё же Даня увенчалось успехом, но у меня не хватало какой-то суммы для того, чтобы попасть под условия, подогнаться. Ну, думаю, надо взять книжку какого-то проявленного автора. Милла Геймана у меня очень мало. Книги две, пожалуй. Вот это вот третья, наверное, будет, или четвёртая. Думаю, надо взять. И так уж вышло, что я давненько заглядываюсь именно на Никогде благодаря названию исключительно. И стала изучать, потому что мне было немножечко страшненько, что быт не зайдёт, мало ли. Стыка же бывает. Ну, собственно, вот так она ко мне и попала. Я всё-таки рискнула, и не жили об этом риски. Мама у меня под большайшим впечатлением, хотя только-только начала где-то четверть общего объёма прочитала. И у меня просьба есть к людям. Давайте с вами замутим маленькую интригу. Многие из вас просят, чтобы мама вернулась в эфир. Но она не хочет от слова совсем. Прям категорически. Короче, у меня такая мысль. Напишите что-нибудь супертрогательное. Попросите, что она вернулась. Это реально последний шаг. Ничего больше не работает. Я всё перепробовала, реально. Короче, я это всё делаю за скрешок. Попросите, распечатаю на листе или на нескольких листах, как бы, как напишите, и дам почитать. Может быть, это как-то и тронет её сердце. Я, безусловно, преддавала все ваши слова, просьбах вернуться, говорила ей, может быть, даже немножко привлечивого при этом. не помогает. По-одиночке не помогает. Надо накопить прям много, поэтому, если вы хотите её возвращение, то теперь вы знаете, что делать. Можно ещё снять видеообращение, но это как-то, мне кажется, вы на это не пойдёте. Поэтому давайте вот так попробуем. Дук выйдет. Пожалуй, всё, что хотела вам сегодня сказать на текущий момент. Но на самом деле пока и до скорых книг.